МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6500. С работы Ольга 14 мая 2015 года. ИП закрылся, видимо, где она работала, 28 октября 2015. А оказывается, с ноября 2015 мне полагалась ФСД, Федеральная социальная доплата, о чем я узнаю, 09 января 2017 года. Почему мне не полагается компенсация за этот период? И кто у нас соцзащита из пенсионного фонда? Как правило, все выплаты и меры соцподдержки предоставляются по заявлению гражданина. Поскольку трудно вычислить человека, который прекратил свою трудовую деятельность, тем более в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому получается, что заявитель, который написал данное письмо, она, видно, по всему не обратилась в свое время на пенсионный фонд, и, соответственно, ФСД ей не была назначена. Но к вопросу об информированности хочу сказать, что пенсионный фонд достаточно часто публикует свои статьи, заметки о наступающих изменениях в пенсионном законодательстве. Информация о мерах социальной поддержки также в нашей местной газете публикуется. На появившемся вновь телеканале мы информацию даем. И на сайте администрации, ну это интернет-ресурс, который, в принципе, доступен уже достаточно большому количеству граждан, в том числе и пенсионерам. Но вот в данном случае я все-таки полагаю, что человек не проследил историю возникновения этого права, не обратился. Но сейчас нужно чем быстрее, тем лучше обратиться, поскольку право возникает с момента обращения. Тему вообще с министром обсуждали. И вот это обращение, особенно людей пожилого возраста, старческого возраста, оно не совсем правильное. И Пашинова, как вот зампредседателя правительства, она признала, и в последнее время должны были указания вам дать, что вы должны все-таки активно работать с теми гражданами, которые у вас на учете. Я сейчас не могу сказать, будет ли компенсация, но такая договоренность вот буквально в конце прошлого созыва у нас была, и губернатор об этом говорит. Потому что люди, ну, не всегда читают эти законы, не всегда понимают их. И, конечно, это ваша задача отслеживать за теми, особенно в возрасте людей. Но откуда она знает, какое там это надо обладать? Это не совсем старое. Да не важно, какая разница. Ну, человек занят, человек занят и не всегда упускает это. А учет у вас полный. Тогда нас закон Юрия Михайловича поменяет. Не заявительный характер, а какой-то нотарию это правило. Выявитель. Какой? Выявитель. Выявитель. Понятно. Ну, договоренности такие я тоже себе помечу, обращусь в министерство, чтобы вот эти вещи нам как-то уже определять. Узаконить. Узаконить. Ну, это гуманно, на мой взгляд. Ну, конечно. Очень даже не важно. Особенно, когда речь идет так. Тем более, министерство не отказалось, а наоборот. Там был очень жаркий в этом отношении диалог. И так вот. Хорошо. Спасибо. Значит, меня волнует и наша общественность. Очень интересный вопрос. У нас существует в районе Славонной горы лыжная трасса. Значит, где проходят все спортивно-массовые мероприятия, соревнования, тренировки детей, прогулки бабушек, дедушек. Очень хорошо, что сейчас она пользуется очень большим спросом. Но самое большое нашествие, с которым мы не можем справиться, вот на неделе ребенка чуть не сбили с трассой. Это наши подростковые бураты. Они так катаются по этим трассам, они так летят, они так портят таким даже вот этот воздух. И только что, только мы не делали. И таблички вешали там. И все. Может быть, вы третья власть в нас в городе СМИ. Кто-нибудь нам поможет. Четвертая. Четвертая, я считаю третья. Я не заслужаю. Значит, вы повышаетесь. Помогите нам, пожалуйста, справиться с такой бедной кто-нибудь. Ну, давайте мы вначале так. Вы в органы обращались, там, в полицию, к примеру? Ну, даже, эти, горлов когда был, даже вывешивали. Нет, вывешиваете там, там, одного-двух. Правила вообще есть какие-то? К сожалению, да, там, для начала должны быть установлены знаки, они есть. Но повлиять вообще вот на эту ситуацию вообще весьма сложно. И опять же с нестыковками в нашем законодательстве. Там мы не можем вообще, у нас полицейских не так много. У них иные задачи вообще, наверное, обеспечить нашу безопасность. Они не могут еще за каждым владельцем этого бурана вообще гоняться. Это проблема наша общая, поэтому, друзья мои, давайте предложение, как эту тему победить вообще. А то, что она есть, мы этой темой озабочены уже давно вообще. К сожалению, пока вот решения мы не видим в том правовом поле, которое есть сегодня. К сожалению. Давайте думать вместе. Мне показалось, что мне безинтересен такой вопрос. Как предполагается использовать здание бывшего медучилища? Тем более, что у нас, к нашему удовольствию, присутствует здесь директор. Кстати, территория, прилегающая к зданию, тоже запущена. Страшно смотреть. Не допустите разграбления здания. Во-первых, это здание, краевая собственность. Во-вторых, мы понимаем, что это здание там 1700 квадратных метров. Сегодня там заявился ряд структур. Напоминаю, краевая собственность. В том числе судебный департамент. Есть вообще надежда, что вот это здание будет передано судебному департаменту. И суд с администрацией отсюда, скорее всего, переедет туда. И я встречался с новым руководителем судебного департамента. Они под это здание пообещали нам прекратить все поползновения. Вы, наверное, помните, три или четыре года назад были попытки забрать у нас Герцена. Библиотеку Герцена. Поэтому я думаю, что вот это решение в части передачи им судебному департаменту, оно, во-первых, избавит нас от возможных всяких притязаний в части библиотеки Герцена. И будем всячески этому способствовать. Ну, полагаю, что это вопрос ни одного времени. Что касается деталей, там кроме этого, это парковое действие, насколько я понимаю. Там есть еще два здания. Валерия Аполлонович, которые там надо посмотреть. Это там на школьные, насколько я понимаю, два дома. Надо посмотреть нам совместно, как нам эти дома забрать. Я полагал бы, что нам надо вообще какой-то фонд обменный. Понятно, тут люди бывают в сложных ситуациях вообще. Все прижития, они практически там на 90% все приватизированы. Хотя бы из этих соображений. Естественно, будем ходатайствовать. Илья Михайлович, чтобы эти два здания нам передали. Действительно, мы в сентябре прошлого года перешли в здание общежития бывшего гидротехникума третий этажный. Сейчас общежитие у нас полностью удовлетворяет студентов. С октября 2016 года мы перешли в здание бывшего 30-го лицея. Вот эти здания, о которых спрашивают, парковая 10, трехэтажная, кирпичная, ну, на набережной, можно сказать, на парковой 10, освободили. И освободили здание по школьной 23, это высший бывшего военкомата. Но поскольку процедура передачи очень длительная, Егор Егорович сказал, значит, здание по парковой 10 планируется передать агентству судебного департамента. Это московская структура, то есть наше министерство... Федеральная, значит, министерство здравоохранения, это наш учредитель, они готовили документы, но сейчас немножко переделывают. Должны отправить в Москву. То есть это федеральная структура очень долго, может, месяц-полтора-два. Здание по школьной 23, и 21, Егор Егорович сказал, это здание бывшего военкомата, который три года назад уже ушел оттуда, и бывшее наше учебное здание. Школьная 23, где мы занимались, мы этот год содержим. То есть коммунальные расходы полностью на нас. А школьная 21, ну, это можно считать полуаварийное здание, я не знаю, здесь из военкомата есть или нет, то за все 15 лет, которые там они работали, значит, копейки ни на ремонт, ни на что, короче, оно аварийное здание. Но мы обращались, что школьная 23 перед обменный фонд, я считаю, для города можно это. А тут недавно был такой разговор, у нас, кстати, довольно много инвалидов, и, значит, может быть, вот говорят, может быть, для соцзащиты или какие-то. Ну, завершая, что хочу сказать. Парковая 10, наверное, мы в течение марта-апреля уже решим вопрос, так, а по школьной 23, но обращение было, я думаю, что с администрацией города мы порешаем. Вообще, сейчас, в последнее время, ну, бывшее законодательное собрание не очень идет, чтобы просто вот так раздавать нашу собственность, даже федералам. Поэтому я думаю, что здесь надо будет поработать, объяснить, поэтому здесь почему и притормозилась эта ситуация, потому что это все идет через разрешение, через законодательное собрание, а там возникает вопрос, почему мы свою собственность должны. Дайте нам что-нибудь, поэтому давайте вот над этим работать. Но мы очень многое сделали в части вот медицинского техникума, что приобрели, вернее, забрали общежитие, и все это тоже большое дело для нас. Когда у нас будет сделан капитальный ремонт пришли? Мы в программе 16-го года. До сих пор нет даже проектной документации. Действительно, на Саянскую-2 на сегодняшний день не готов проект на ремонт кровли. Там вышла с проектированием фирма из Томска. Они не уложились в предельную стоимость по капитальному ремонту, в связи с чем был распорван договор и объявлены новые торги на проектирование. По информации фонда капитального ремонта, в ближайшее время поступит в муниципальное образование проект на согласование. Как только он будет согласован с собственниками, будут начаты процедуры конкурсные по отбору подрядчика. Конкретно по срокам. Очень сложно сейчас говорить. Мы знаем, что реализация программы капитального ремонта 2016-го года, у нее срок реализации 16-17-й год. Пока о нарушении сроков ремонта говорить рано. До 2017-го года, я думаю, по Саянской-2, уже будет четко определено, что работы начнутся. Скажите, у вас проектная документация, не минуточку, в 2016-го года? В 2016-го. Два года. Мы просто уточняем. Я же никого не защищаю, просто выяснял эту ситуацию. То есть пока, вот правильно вам сказали, о том, что в течение двух лет, пока, мало ли, ну, расторгли, не удовлетворили. Мы же не знаем, что за причины. Наверное, какие-то есть основания для того, чтобы расторгнуть. Но пока сроки в части ремонта, они, ну, 17-й год. Вдруг они за месяц сделают документацию, и в 2017-м году вам сделают крышу. Я думаю, мы тоже вместе возьмем на контроль. Но мне сегодня отвечали по этому вопросу о том, что два года нет срыва сроков. Первый год проектно-сметная, второй год ремонт. Лёва Ивановна, тем более, как утверждает заявитель, что документация уже имеется. То есть это говорит о том, что вообще сделать документацию иной структурой проекта, и сделать будет намного проще. Несколько жителей нашего города обратились с одним и тем же вопросом. Вопрос с бородой, ну, может быть, какие-то, какой-то этап пройден, можно будет пролить свет. Какова в настоящем и будущем судьба завода НЛА? Замечательное будущее. Замечательное. Только вопрос с временем. Да, сегодня там уже есть ряд этих респондентов, которые там, Танк Пласт в частности, но понятно, что по тем объемам, по той числе работающих, которые были на заводе, в ближайшее время нам вряд ли удастся восстановить, тем более у нас ресурсов нет. Напоминаю, что мы одна из трех территорий, где уровень безработницы самый маленький. И сегодня большие проблемы вообще у господина Путевского. Он уже возит людей из Красного Ярска. Что касается завода, там, друзья мои, что касается выпуска этих выключателей, тут надо понимать, что самый основной ресурс вообще любого предприятия это вообще инженеры, технори. Сегодня мы еще можем их спроектировать. Через пять лет мы это уже не сможем, поэтому надеяться на то, что там будут производиться выключатели, вообще-то не нужно. Тем более, что с рынка, это такая штука интересная, уйти очень сложно, вернуться практически невозможно. Тем более, там уже почти 10 лет завод там системно сворачивал свою деятельность. Напоминаю, я пришел на завод 25 апреля 2002 года, ушел 8 августа 2006 года, уже 11 год, как я там не работаю. Ну и последнее, если хотите, в законной экономике, равно как и в законной физике, еще никому победить не удавалось. Поэтому надо в этом поле жить. Наши дети, живущие на улице Нагорной, просто вижу человека, который этот вопрос писал, на улице Нагорной, улице Комсомольской, учатся в школе номер 4. Им приходится по дороге в школу преодолевать три автодороги, идти через жилетную дорогу. Дорога проходит через лес, там темно, и по пути в районе ЖД много брошенных погребов, ян. Ребенок может упасть, покалечиться. На спуске в школе, в районе улицы Гидростроителей нет лестниц. А горка там очень крутая. Просим оборудовать дополнительное освещение по дороге. Дуй его сделать лестницу. Родители школы номер 4. Я хотел еще раз поблагодарить вас за ваши предложения. Таких предложений очень много. Там есть потребность в дорожке, в детской поликлинике. Тут есть по Нагорной, там есть заявление. Я задовожу до вас, уважаемые коллеги, что впервые у нас в России реализуется федеральная программа благоустройства. Вот эти вещи, как уже было сказано, предварительно нам выделено 21 миллион рублей. Желаний очень много, поэтому в том числе 14 миллионов, так, Раиса Мансоровна, на благоустройство внутренних территорий, и 7 миллионов на парково-садовые вещи. Я думаю, там мы в этом году позанимаемся в рамках этих водяных денег, там и парком, там тоже вопрос есть с гвардейским, или как там называется, милицейский. Поэтому мы все ваши желания сформулируем, мы все ваши желания определим, сколько они стоят, и предложим вам, уважаемые жители, вообще определиться, а что же из этого сделать в первую очередь. Я решений тут без вас принимать не буду. Вот те пожелания, те проекты, которые наберут максимальное количество голосов, я думаю, это в марте месяце мы разместим, вот те проекты мы и будем реализовывать в рамках тех средств, которые нам выделены под это мероприятие. Я думаю, это будет справедливо. Я хочу задать вопрос Егору Егоровичу в продолжение того, о чем вы сейчас говорили. Я услышала о федеральной программе 21 миллион на благоустройство города, а у меня немного вот о том же, но о другом. Наш губернатор, выступая 9 января этого года, сказал, цитирую, что местная власть должна сосредоточиться на финансировании четырех основных направлений. Это ремонт учреждений образования, культуры, дорог, объектов коммунального хозяйства. И на эти цели необходимо предусмотреть лимит средств. Вот каковы возможности нашего муниципалитета, чтобы в 2017 году поддержать финансирование данных управлений? Ну, как вы понимаете, губернатор, это программная его речь. Понятно, что сегодня вообще муссируется тема, что мы вообще в принципе должны все перейти на программное, проектное управление. Сегодня там, к сожалению, все не всем понятно и ясно, что это такое. Во всяком случае, там Красноярский край в виде пилота выступает по 2017 году. Что касается ремонта дорог, понятно, что это выделяется субсидией с края по той же схеме, что и ранее было. Поэтому весь 2017 год будем учиться вот этому проектному подходу. Тем более, что вы же понимаете, что бюджет вообще, вы читали, кодекс бюджетный. Сегодня 98%, вы говорите, в управлении образованием работаете, кодекс бюджетный, посмотрите, 98% это бюджет у нас программный. Поэтому, что касается ремонта школ, это задача у нас первоочередная. А дороги, как вы слышали, мы их делаем. Поэтому эти четыре направления, да, они провозглашены, но ведь не значит, что с 10 января вообще все будет так. Поскольку тут есть процедуры перехода на этот проектный способ решения проблемы населения. Не очередная сессия в январе месяце состоялась, и мы там уже сумму на ремонт и школ выделили при первой же корректировке. То есть школы готовят свои предложения, защищают их в финансовом управлении, и, соответственно, администрация и депутаты рассматривают вопрос о выделении этих средств. Будет ли в 2017 году действовать государственная программа по поддержке субъектов малого среднего предпринимательства? Если да, то планируется какие-либо мероприятия конкретно для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков? У нас извечная проблема вообще. Вот я вообще не хотел бы жить декабрь вообще и ноябрь. И знаете почему? Потому что нам деньги выделяют под малый бизнес, там есть требования к этим проектам. И с большими проблемами мы эти деньги вообще реализуем. Если вернуться к истории, там в 2013 году мы помогли бизнесу там в пределах 36 миллионов. В прошлом году там... Это социальные? Конечно, там, конечно. В прошлом году около трех миллионов. Уважаемые бизнесмены, где ваши проекты вообще? Где они? Как его делать? Бога ради. Там на сайте еще это есть. Там Вальтина Юрьевна, Ольга Дмитриевна вам расскажут. Сегодня вообще февраль месяц нет ни одного проекта на 2017 год. По процедуре, чтобы совсем было всем понятно, там в августе месяце, скорее всего, там будет определенный лимит по Красноярскому краю. И в этом же месяце будет определенный лимит по Евногорску. Если у нас нет проектов, то о чем мы говорим вообще? Вот так просто поддерживать, друзья бы, ну вы сами понимаете. Возвращаясь к тому, с чего начал там проектный подход. Поэтому где ваш проект? Егор Игорь Игоревич, ну сейчас все говорят, и президент, и премьер о поддержке малого и среднего бизнеса. Если мы раньше где-то к августу получали лимит, то сегодня вот 74 миллиона у нас уже в бюджете Красноярского края есть. Ну вот о чем говорит Егор Игоревич, на самом деле мы начали смотреть, проектов-то нет. Это не только вашего там Девногорска касается, это всех. Ну вот сегодня мы там разговаривали, русских есть такой, который курирует. А пока проектов нет. Поэтому обратите на это внимание, деньги есть, они в бюджете заложены. Но надо вот поэффективнее, побыстрее. Может из этих 74 мы первые будем и заберем половину. Есть проекты для поддержания новых начинаний, а есть оказания действующим предпринимателям. Так вот еще одно требование предпринимателям, естественно, бюджет предъявляет добросовестность. То есть уплата всех, прозрачность бизнеса и так далее. И когда начинает экономический отдел заниматься этим вопросом, то не всегда предприниматели соответствуют вот этим требованиям. Это причина касается. И еще одна. На кей год будет идти повышение на услуги ЖКХ. Есть правила экономики законные вообще. Есть инфляция. Мы ничего нового не изобретаем. Они будут расти, понятно. Хотелось, чтобы было по минимуму до тех пор, пока есть ЖКХ. Если бы я знал ответ на этот вопрос до каких пор, вот я бы, извиняюсь, академиком был бы, наверное. Такого решения не нашел пока никто. Сама с этим столкнулась. Сделали в январе перерасчет. Я смотрю на Уфренко. Доплату по теплу. Вот, честное слово, ничего не поняла. Что это такое? У нас корректировка цены происходит один раз в год. Вот объясните, пожалуйста, нам в редакцию много людей обращало. Что это такое? Какой-то разовый перерасчет. Конечно, последний год уже, учитывая того, что норматив применяется на основе показаний, сформировавшихся за предыдущий год, тут уже дома либо к начислению идут, либо к возврату. Такой порядок. Вы скажите, это законно определено? Это определено постановлением правительства номер 603. Где-то повышение, а где-то понижение. Это зависит от погодных условий, которые мы проживали в прошедшем году. В предыдущие годы там по линии ЖКХ, там очень много средств, по-моему, около 19 миллионов было возвращено населению. Город превратился в одну большую стоянку. Обезображиваются газоны. Люди ставят, автолюбители ставят свои автомобили под окна. Невозможно дышать. Вот я не знаю, что-то в этом направлении тоже будет предпишаться. Машин меньше не будет. Машин только больше. Первое. Второе, там где-то ваши родственники, ваши сына, я, дети. Поэтому, я понимаю, у нас тут 15 тысяч машин по уровню автомобилизации. Я выросла больше машин, чем на душу в Красноярске. Да, сегодня около 5 тысяч гаражей, которые сегодня пустуют. Сегодня дешевле и надежнее все просят машину у подъезда. Тут есть большая проблема с парком. Как я уже говорил, я думаю, по этому году мы посмотрим, как нам набережную обустроить, чтобы там машины не стояли на газонах. То, что эта проблема есть, это мы однозначно понимаем. Работать ему надо не только вот в присутствии здесь. На самом деле, с Егорой Горочин, мы практически каждый день обсуждаем, где слободневные темы, которые касаются города. И, естественно, мы с Анатолием Петровичем держим на пульсе все эти вопросы. И я прием веду еще и в Красноярске. Поэтому, но вот сегодняшняя наша встреча, еще раз говорю, что нет зла. Город живет, город на самом деле развивается. И вот мне, как депутат, очень приятно. И нет таких вопросов, которые вызывают некоторые. Вот у нас есть такой Манский район. То есть никто ни с кем не подрался. А никто ни с кем не подрался. Поэтому здесь, конечно, спасибо населению, что они так власть держат в тонусе.